Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Диана Желенкова. О событиях и жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В IT-парке прошел чемпионат по стори-теллингу. Может ли витамин D защитить от коронавируса? В преддверии празднования Нового года в Казанском университете принято решение выплатить специальные стипендии студентам и аспирантам вуза. Сумма надбавки к стандартной стипендии зависит от ступени образования. Единоразовые выплаты поступят на стипендиальные карты уже в декабре. А теперь к другим новостям. В Казанском IT-парке прошел финал чемпионата Казанского университета по стори-теллингу. Финальной темой стало «Я выбираю жизнь в семье». Как проходил финал и что такое стори-теллинг в материале нашего корреспондента. У каждого участника было только несколько минут для рассказа своей истории. Для некоторых ребят это был первый опыт выступления перед публикой. Жюри оценивало не только смысл рассказа, но также подачу и ораторские способности конкурсанта. Стори-теллинг – это искусство, мастерство рассказывать истории, желательно о своей жизни. Сегодня у нас финал, то есть лучший из лучших. Сегодня борются за звание победителя, чемпиона по стори-теллингу. На тему «Я выбираю жизнь в семье». Из 140 заявок на участие до финала дошли только 12 конкурсантов. Участники набрались из университетов Приволжского федерального округа, а также из соседних регионов. Заявочная кампания стартовала в октябре этого года, а уже в ноябре прошли первые мастер-классы с наставниками по стори-теллингу. Не все знали, что такое именно стори-теллинг, не все знали именно искусство того, как нужно рассказывать истории. Ребятам необходимо было объяснить, что такое собственно стори-теллинг, нужно было показать некие фишки, как улучшить свое ораторское мастерство. И вот наши топ-спикеры, они обучали их. И вот сегодня уже мы видим лучших из лучших спикеров. Победительницей турнира стала студентка второго курса Института управления экономикой и финансов Казанского университета Лилия Гатина. По словам девушки, о конкурсе она узнала совершенно случайно. А вот ее рассказ был про свое детство. Эти мастер-классы очень классные, на самом деле оказались. За эти пару дней я прям окунулась в атмосферу стори-теллинга, познакомилась с очень интересными людьми. Я была очень стеснительным ребенком, на самом деле. И моя мама поменяла во мне все, переобразовала меня, получается, разбудила во мне веру эту в себя. Лев Дюденко, Виета Басова, Универ Ньюс. По всему миру активно растет количество исследований о влиянии приема витаминов на формирование иммунитета коронавирусу. На сегодняшний день существует теория о том, что витамин D может снизить риски осложнения при заболевании и даже смерти. Так ли это на самом деле, расскажет эксперт Казанского университета. Ученые из Бостонского университета выяснили, регулярный прием витамина D может снизить риск смерти при COVID-19. Результаты исследований опубликованы в журнале PLOS ONE. По словам ученых, достаточное количество витамина в организме может предупредить такое явление, как цитокиновый шторм. Тем не менее, точный механизм воздействия витамина D на протекание заболевания пока не изучен. Витамин D вырабатывается в коже под действием ультрафиолета, то есть солнечных лучей. Также он содержится в жирных сортах рыбы, яичных желтках, грибах и молоке. И надо помнить о том, что все-таки витамин D это жиростворимый витамин, и он будет накапливаться в организме, а перезбыток его тоже к добру не приводит. Оптимальный уровень витамина D в организме индивидуален. Поэтому перед приемом витамина необходима консультация с врачом. Диана Желенкова, Универньюз. О том, как исследования ученых Казанского университета помогают в добыче трудноизвлекаемой нефти, смотрите в нашем следующем сюжете. С каждым годом все сложнее и сложнее становится добывать нефть. Залижи так называемого черного золота находятся в трудноизвлекаемых зонах, в которые невозможно пробраться с имеющимися технологиями. Но для казанских ученых нет ничего невозможного. Они разработали методику, позволяющую добывать максимальное количество нефти, содержащейся в пласте. Перед ассистентом кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Алексеем Сорокином стояла цель – выявить наиболее надежный метод для добычи нефти из труднодоступных зон. Таких месторождений по всему миру очень много, и для нефтяных компаний до сих пор разработка подобных территорий остается актуальной. Алексей Сорокин поделился своим комплексным подходом о добыче нефти в таких местах. Запасы в таких сложных пластах и так далее, они точно довольно-таки большие, и доля их растет по сравнению с традиционными запасами. Поэтому одним из перспективных методов разработки таких месторождений запасов являются газовые методы, то есть газовое воздействие и водогазовое воздействие. Комплексный подход заключается в том, что осуществится синтез двух известных методов по фильтрации газа. Или в тонких трубах, да, определяются также другие параметры смесей, скажем, минимальное давление, смесимость, это то давление, при котором наша газовая смесь начинает смешиваться с нефтью. Соответственно, при увеличении смесимости или при полной смесимости, да, или при частичной, у нас и коэффициент вытеснения будет больше. Также используются параметры смесей, то есть их состав, да, давление закачки и так далее. Вот, соответственно, эти модели используют, ну, не сказать, что противоположные подходы, но разные. Также молодой ученый отметил, что данная разработка экологична и не наносит вреда окружающей среде, что, конечно, становится для нее немалым преимуществом. Разработанную методику уже поддержал региональный финансово-экономический институт, вручив молодому ученому грант. Полина Корнеченко, Кирилл Мукаев, Универньюз. Все мы знаем, что вода – источник жизни. Но что, если он будет обнаружен не только на нашей планете, но и за ее пределами? Например, на нашем ближайшем соседе – Луния. На Луне есть вода, подтверждает НАСА. Его совместный с Германией проект «Стратосферная обсерватория Софьи», созданная на базе самолета «Боуинг-747», установил, что молекулы воды находятся в кратере Клавиос. Несмотря на то, что концентрация воды там очень мала, менее полулитра на квадратный метр, ее достаточно для проведения многих технологических процессов на поверхности Луны. Это вода, а не какие-то элементы гидроцированных минералов, которых ажла поддержат в связанном состоянии, которые очень сложно добывать. Из этого количества воды получать топливо для ракет с фазуратом полезного ископаемых на Землю. И также возможность запуск ракеты на массу, если топливо обосновит, так сказать, разложение воды на водород и кислород, будет приготовиться на поверхность Луна. Первые залежи воды в виде льда были определены еще 10 лет назад, на северном и южном полюсах спутников, в глубоких и тенистых кратерах. Но открытие ученых НАСА примечательно тем, что вода была впервые найдена на солнечной стороне Луны, ее экваториальной части. К тому же, ее оказалось в два раза больше, чем предполагалось. Все это повышает удобство посадки космических аппаратов и дальнейших действий для производства топлива и других технологических процессов. Значит, миссия, здесь самая важная, наверное, сейчас программа, это американская программа «Артемис», называется, которая в 2022 году полетят спутники и зонды для исследования уже конкретных местных посадок, для конкретных местных выборов, для анализа полезных ископаемых, и в частности, полезных ископаемых для этой воды, для технологических нужд. Напомним, что ранее японское агентство аэрокосмических исследований «Джакса» заявило, что намерено к 2035 году построить завод по производству водородного топлива на Луне. Это легко делается в условиях Земли и, естественно, легко делается за счет гидролиза и разных процессов на поверхности Луны. Это пока, так сказать, не отработанная технологическая схема, но принципиально никаких трудностей нет. Лишь бы была вода и была источник энергии. А источник энергии – это Солнце и солнечные панели на поверхности Луны. Проблем нет в этой части. Диана Желенкова, Универ Ньюс. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok